Всем огромный привет! Сегодня хочу сделать ножки в азиатском стиле. Очень мне нравится делать так курицу. Сегодня у меня будут вот такие ножки, но можно взять любые части. И что нам понадобится еще? Конечно же нам понадобится имбирь. У меня кусочек имбиря. Чеснок. Три зубчика. Мед. Меда понадобится одна чайная ложка. Уксус. Можно взять обычный уксус. У меня бальзамический уксус. Тоже понадобится одна столовая ложка. Четыре столовые ложки соевого соуса. Я буду класть свою любимую паприку с дымком. Можно положить, кто любит острое, можно положить обычный черный перец. Или красный острый перец. Я не люблю, поэтому у меня вот такая паприка. Она сладкая, но с пикантным копченым вкусом. И также нам понадобится две столовые ложки обычного растительного масла. Ну давайте делать с вами маринад. Первое, что я буду класть в маринад, это конечно же имбирь. Имбирь в азиатских блюдах очень даже необходим. Я буду его тереть на терке. Специально не буду давить через пресс, потому что на терке он отдает больше своего вкуса и аромата. Имбирь я натерла. Кто не пробовал никогда ни разу свежий имбирь, обязательно попробуйте. Имбирь придает очень необычный вкус и аромат блюду. Также натираю чеснок. Тоже буду его не через пресс давить, а натирать на терке. Чеснок с имбирем я натерла. Теперь добавляю сюда две столовые ложки растительного масла. Четыре столовые ложки уксуса, не уксуса, а соевого соуса. Соевый соус я очень люблю. Два, три и четыре. И также одну столовую ложку бальзамического уксуса. Можно взять самый обычный уксус и добавить, наверное, одну чайную ложку обычного уксуса, если вы будете брать девятипроцентный. Вот так. Одну столовую ложку бальзамика. Нам понадобится одна чайная ложка меда. Мед у меня очень вкусный. Светик, спасибо тебе за мед. Я теперь все в нем мариную. И так мы кушаем. В азиатских блюдах тоже без меда никуда. Но если у вас нет меда, можно просто добавить одну чайную ложку обычного белого сахара. Не бойтесь добавлять мед в маринад. Меда совсем чувствоваться не будет. Он просто придаст нашей курочке такой красивый золотистый оттенок. Как бы карамелизует курицу. Все это надо вот так помешать. И дальше я добавляю сюда одну чайную ложку паприки с дымком. Вы можете добавить красный перец острый или черный перец. Солить я не буду. Все хорошо перемешиваем. Можно добавить кетчупа. Но красная паприка сладкая, она тоже придаст такой красивый цвет. Все мешаю. И наконец-то можно искупать ножки в этом маринаде. И начинаю купать в этом маринаде наши ножки. Вот так со всех сторон. Потом накрою крышкой. Можно накрыть пленкой. И оставляем на несколько часов мариноваться. Можно оставить на ночь. Чем дольше вы оставите, тем курица лучше промаринуется. И будет очень вкусно. Вот так маринуем. Чтоб все-все ножки были покрыты этим маринадом. Накрываю пленкой и убираю в холодильник на несколько часов. Накрываю все пленкой. Заметьте еще, кстати, в маринаде нету ни грамма соли. Попробуйте. Это очень-очень вкусно. И оставляю на несколько часов мариноваться в холодильнике. Курица намариновалась. Я снимаю пленку. Она стояла у меня 3 часа. Повторюсь, что можно оставлять и на всю ночь. Чем дольше, тем лучше. Я ее буду запекать в духовке. Выкладываю в такую сковородку. Совсем чуть-чуть вниз я налила масло. Выкладываю курицу. Вот так. Такого она красивого цвета. И отправляю курицу в духовку. Вот такая курочка у меня получилась. Соус ни в коем случае никуда пока не выкидываем. Мы будем еще несколько раз доставать из духовки курицу. Пару раз так это точно. И смазывать ее вот этим медово-имбирным соусом. Отправляю в духовку. У меня духовка на 200 градусов. Ставлю на 30 минут. Достала я ножки. Где-то примерно минут через 15. Поливаем их еще. Вот так вот этим соусом. И убираю в духовку еще минут на 15. Опять я курочку через 15 минут достала. Посмотрите, какая она получается. Внизу получается очень такой вкусный глазированный соус. Еще немножко вот так я сверху. Поливаю оставшимся соусом. И ставлю в духовку буквально минут на 10. Курица у нас с вами уже готова. Посмотрите, какая она красивая. Ну и вот такая красивая курочка. Карамелизованная в азиатском стиле у меня получилась. Я ее буду подавать с фруктами. Да, не удивляйтесь. Обязательно ее надо посыпать кунжутом. Я буду подавать с фруктами. Из фруктов у меня киви, которые очень сильно подходят к куриному мясу. И помело. Вот такая красота у меня получилась. Сделайте, попробуйте. Не грамма соли. Практически минимум масла. Да, две столовые ложки. И все это запеченное в духовке. Всем огромное спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И заходите обязательно, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Вы там увидите тоже очень много интересных видео и интересных фотографий блюд. Всем огромное спасибо. До свидания и пока. До свидания.